Немного передохнув от более чем двухчасовой работы на татаме, уже в другом зале Соликамского физкультурно-здоровительного центра прославленные бойцы пообщались с журналистами. Да, мне с ребятами очень понравилось работать, принимали информацию, ухватывали. Если были какие-то ошибки, то поправлялись. Конечно, всегда интересно это живое учение, живая тренировка с ребятами, с молодежью. В ходе общения Федор Емельяненко выразил мнение, что только трудом, причем трудом умным с головой, молодежь в провинции может добиться успеха в спорте или учебе. Рассказал спортсмен и о своем увлечении шахматами. Говорит, что дедушка его научил игре и что иногда сравнивает баталии на доске с происходящим в ринге. Ответил и на другие вопросы. Нет, все эти времена, которые делал сегодня Федор, это ощущаем, это ощутимо. Даже ударная техника, то есть руки отсыхают после ударов, плюс кики, это все чувствуется. И я на себе знаю, что это рычаг локса. Просто то ли я становлюсь взрослым, как-то, знаете, старее, наверное, как сказать, я просто смотрю и, ну, как, для меня это страшно. Честно, в жизни я видел один такой перелом, когда такой делал рычаг локса и когда рука щелкнула. И после этого мне действительно все-таки приемы немножко страшновато. Я знаю, как это Федор Емельяненко делает жестко. И поэтому Зарикат мне в тот момент был аж боязный. Он будет полулюбительским, полупрофессиональным и он будет формат иметь смешанных поединков. Регламент будет между, значит, будут выступать по очередности кикбоксеры и бойцы смешанного стиля. То есть и любительские поединки пойдут, и профессиональные. Возможно, это будет, если не будет жестких комитных ограничений на сбор, мы, конечно же, постараемся провести международный формат. Может быть, это будет, например, сборная России против сборной Европы или сборная России против сборной мира. Почему бы и нет? На Урале отличные бойцовские традиции. Здесь виден спорт. И вообще, в целом, очень много именитых спортсменов, которые из края, которые родились здесь, которые здесь вырастут. И как спортсмены добились высоких результатов, которые могут выйти и показать свое мастерство, так скажем, полном объеме. У нас есть бойцы ММА, у нас есть и боксеры. Для них мы сможем сделать такой вот турнир и, естественно, оставим нас следующим украшением. Уже проделана большая, огромная работа подготовки к бою. И ты просто понимаешь, что ты сейчас должен выйти и показать то, что ты там двухмесячные сборы провел, и ты должен это сделать. Особенно, знаете, когда ухожешь в клетку, и закрывается клетка, когда ты видишь, кто стоит в клетке, и ты соперник, то, ну, меня просто, я понимаю, что я вышел из своей работы, я обязан сделать на все стол. То есть, у меня такие мысли и другие книги, то есть, обязательно нужно выйти. Именно в рабочую шахту, я выпускался первый, и вам показали, как все это происходит. И понятно, что это тяжелейший труд и большая вредность для организма. Конечно, огромное вражение к этому, к нашему шахтеру, которые занимаются обычами. Ну, я считаю, что у нас все получилось. Слава Богу, мастер-класс и приезд легендарных спортсменов на первом зиме удался. Отзывы мы получили очень хорошие. И, конечно же, хотелось бы поблагодарить за такую возможность делать такие благотворительные акции, такие благотворительные мастер-классы для молодежи, для детей Пермского края. И не только вообще, в целом, спортсменов, которые даже приехали из других регионов. Главного акционера и генерального директора обвиненной химической компании «Уралхим» Дмитрия Рокодевича Мазепина. Хотелось бы поблагодарить за поддержку и за возможность сделать из мастер-классов более знаковые события губернатора Пермского края. Дмитрия Рокодевича Мазепина, министра спорта Дмитрия Рокодевича Мазепина, который поддержал тоже наши мероприятия. Генерального директора Паврова Калии Виталия Викторовича, Клавука. То, что стал одним из тех, кто создал причину и подтолкнул к самому действию, ускорил этот процесс. И, думаю, все-таки это все перенесется после новогодних праздников. Но вот решили сделать такой подарок для детей, для спортсменов, которые закончили свой тренировочный соревновательный цикл в этом году. На мастер-классе побывали и вопросы на пресс-конференции позадавали Антон Старостин, Кирилл Литвин, телекомпания Соль-ТВ.